И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на немного запоздавший ролик по Аору. Он выходит в среду, хотя должен был по-хорошему выйти ещё в понедельник, но вот так получилось. Ладно, у нас квалификация, квалификационный быстрый круг. Квалификационного темпа у меня тут вообще не было, я еле-еле выходил из 1.43, а это прям очень-очень плохой результат. И с таким результатом далеко, если честно, не заедешь. Но я всё-таки как-то пытался. И пока вы видите квалификационный круг, я хочу вам напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, в которой есть чат, где мы обсуждаем самые разные вещи, в том числе и Гонку Аора, да. Короче, вступаем в него, ссылочка на группу в описании, всех буду ждать, да. Ну и пока у нас очень-очень длинный круг по Бельгии, вы видите, что ролик получился, ну, 15 минут достаточно нормальный. Ну и, в принципе, не знаю, что вы подумаете, сейчас будет ли тут борьба или нет, но так как вы видите, что я уже на третьей позиции под конец квалификации, то, скорее всего, я буду стартовать где-то в начале пелотона, а значит, борьбы будет не так уж и много, потому что я на старте только могу выйти в лидера по-хорошему, если квалифицируюсь на первом ряду. Но я не очень-то и хорошо собрал круг, да, второй лучший сектор поставил, но я на третьем допустил огромнейшую ошибку в автобусной остановке, я её прошёл очень-очень плохо, это стоило мне одной десятки, но потом я всё равно узнал, что это ничего не решало. Да, я мог бы побороться поначалу за промежуточную вторую позицию, но потом человек с второй позиции взял и улучшил своё время и был достаточно далеко от меня. В двух десятках я пока что позади от Паула, но всё-таки конечные результаты выглядят таким образом, что я так и остался в трёх десятках, но вторая позиция достаточно далеко от меня уже улучшила время своё, можно так сказать. Ладно. У нас мой напарник Дмитрий Пантелеев восьмой, не очень-то и хороший результат, он говорил, что у него достаточно хороший темп, но чё-то не очень-то он хороший. Настройки вы все видите у себя перед глазами, я не хотел их показывать, я просто, ну, так получилось. Слил топливо немного и, в принципе, тактика софт-медиум, ничего такого парадоксального нету. Отправляемся на старт гонки, ну и нас стартует целый пелотон, а 20 человек на старте будет, наверное, интересно, потому что, ну, на старте я сразу же могу как-то попытаться выйти в лидеры. Газ мутаги стартует, Грам-при, Бельгия, все дёргаются у меня, получается достаточно хороший старт, лучше, чем у Вильямса на второй позиции, ну и в первом повороте я его прохожу. Да, мы пока что едем бок о бок, но не знаю почему-то, видимо, у меня был лучший разгон, и я уже на второй позиции. Передо мной прямо лидирующая рейтинг-поинт, слепстрим, все режимы подрублены, и я начинаю к нему ехать. Вильямс пытается как-то высунуться из слепстрима, чтобы меня обогнать, но скорости без слепстрима ему вообще не хватает. Да, я подъехал к рейтинг-поинту, но ничего более, я не смог ничего больше ему предпоставить, ну и он начинает по-немногу отъезжать, потому что в Бельгии у меня темпа вообще нету. Ну и я пытаюсь как-то за ним удержаться и не пропустить позади идущий Вильямс. Пока что вторая позиция, меня, в принципе, это даже устраивает, потому что я в Бельгии ни на что не рассчитываю, так же, как и на следующей трассе в Сильверстоуне, ну и тем более на Японии. Я вообще в высокоскоростных затяжных поворотах вообще не понимаю, как ехать в этой формуле, и мне больше подходят трассы с резкими 90-градусными поворотами по типу Монако, Сингапура, ну или того же Бахрейна, не знаю почему, но там я еду достаточно хорошо. Вот на этих трассах я еду достаточно хорошо, могу как-то там побеждать, темп у меня там есть, но на таких трассах, как та же Монца, скорее всего, я там просто провалюсь, потому что, ну, не идут у меня такие скоростные трассы с затяжными поворотами, вот, хоть убей, не идут никак. Ладно, у нас заканчивается первый круг, пока я это всё говорил. Уже Racing Point почти отъехал на секунду, но у меня тут своя война. Я думал, что, ах, сейчас я как его попытаюсь пройти, но мой компьютер читает по-другому, решает зависнуть, ну и я от него ещё больше отстал. Да, я тут ещё был в секунде в зоне действия Слипстрима, но у нас позади, опять-таки, случается какая-то коллизия, ну и, как бы, сейчас вы увидите, что появляется, да. Вот, мы привыкли к данному явлению в Изгрязи в Князи, в карьере такого вроде ещё не было, если я не... не... меня не обманывает моя память, короче, я даже это вырезать не буду. Эээ, ладно. Короче, у нас появляется машина безопасности из-за того, что разбивается у нас Пеп Партек, который, как бы, победил в прошлой гонке, но его, там, 10 секунд ему дали штрафа, ну и, как бы, вот так. Короче, мой компьютер снова творит херню, решает опять зависнуть, из-за этого я теряю 6 секунд драгоценные, и я решаю свернуть на пидстоп на втором круге и надеть комплект. Медиум. Не хард. Медиум. Почему? Потому что я смотрел гонки Лиги ОРЛ, которая проходит по четвергам вечером, кстати, это завтра, уже там поедет Олег Нападовский, Северстоун, все там, приходите к нему на стрим, Олег прям очень хорошо едет. Да, короче, и я посмотрел, что Майкл Романидис, пилот Вильямс Е-спортс, на первом круге заехал на пидст за медиумом под сейфти-каром, и он дожил до конца. И достаточно хорошо дожил в темпе своего лучшего круга, в трех десятках всего лишь позади. Ну и, в принципе, я решил, чем я хуже, и решил надеть медиум. Ну и я привожу свой рестарт на позиции под номером 12, и четко у меня ничего под ним не получилось. Думал, сейчас начну всех тут рвать, но у них софт все еще работает достаточно хорошо, потому что по сейфти-карам они его немного сэкономили, ну и, в принципе, за первые два круга он не так уж и износился. Не стал тут дайвбомбить, просто решил аккуратненько за ним проехать. Ну и, в принципе, на пятом круге у нас еще и ВСК выезжает, под которым у нас два пилота еще заезжают на пид. Не понял, откуда вообще тут ВСК появился, ничего вроде не произошло, но два пилота у нас заехали на пид, ну и я вышел уже на позицию под номером 10, это как уже следствие. Ладно, у нас рестарт, в принципе, не очень-то он и хороший получился, потому что он был на выходе из поворота, ну и я проиграл одну секунду, ладно. Все равно я не смог атаковать впереди идущий Хас, ну и мы дальше переносимся на шестой круг, где я, собственно говоря, догоняю Макларен, которого прошел Хас, ну и тут просто, не знаю, случается очень опасный маневр, где Хаса заносит, он чуть не отправляется в стену, ну и Макларен еле-еле смог отрулить. Я отыгрываю сразу две позиции, такой еду на радостях, весь такой крутой, классный, но на выходе из поворота у меня случается инсульт газа и меня сносит, я чуть ли не улетаю в стену и из-за этого меня уже атакует болид Хаса. Ну и, конечно же, из-за лучшего выхода из поворота он меня проходит. Решаю я его перед автобусом остановкой не атаковать, решаю вообще сбросить газ и ехать без вообще режимов. Вот, специально, чтобы взять ДРС-ку на самый-самый длинный прямой, потому что так он у меня пройдет и я потеряю за ним еще больше времени, ну а так я хотя бы хоть какое-то время отыграю за счет ДРС-ки. Ну и, в принципе, тут я мог его уже атаковать, но не стал, просто проехался в слепстриме, ДРС разрешают именно на этом круге, ну и я с ним, чуть ли не поравнявшись, уже у него прям на заднем крыле вися, беру ДРС-ку спокойненько, ну и красную воду прохожу достаточно спокойно, не на полном газе даже, достаточно плохо из нее выхожу, но ДРС просто все решает на этой трассе. Я выхожу уже на позицию под номером 8 обратно, наконец-то, ну и, в принципе, начинаю отъезжать от них, потому что у них софт начинает плавно и плавно помирать. Да, был ТВС-кар, но все-таки софт не вечен. Дальше у нас еще одна виртуальная машина безопасности, под которой еще несколько пилотов сворачивают на пид. Думал я, конечно, тут свернуть на пид-стоп, сомневался я все еще в своем медиуме, но все-таки решил остаться на трассе и как-то попытаться доехать до конца. И, в принципе, посмотрим, как то у меня выйдет. Ну, я поднимаюсь на шестую позицию, и сейчас уже происходит рестарт. А рестарт я провожу прям очень-очень плохо, и он прям напрямую, это так... Это прям очень меня убило то, что еще и ДРС-ку сразу же разрешили, и подзади идущая Реношка просто берет, открывает ДРС-ку, слепстрим и проходит меня, из-за того, что у меня просто плохой рестарт, и он был в очень неудачном месте. Помнишь, траектор он меня объехал, ну и, в принципе, я тут ему уже ничего сделать не могу. Думал как-то тут попытаться его обогнать, но не стал. Все-таки присрался за ним и поехал уже дальше с ним. Ну и на восьмом круге я поступаю как настоящая свинья, потому что думаю его тут пройти, но как бы да, вот немного получилось, что я заблокировал колеса. Оставил, конечно, ему потом место, но все-таки получилось как-то не очень-то красиво. Ну и я так тем самым отыграл позицию. Ну и уже продолжается у нас спидстоп, и я выхожу уже на позицию под номером 4. Ну и Рено позади, конечно же, наверное, думает, что этот дебил делает. Ну и, конечно же, не оставляет это просто так, просто берет и подрубает ДРС, слепстрим, все свои дела. Ну и, в принципе, я уже тут просто бессилен. Хоть я и подрубил все, что можно, но ДРС тут прям сильно очень решает, потому что максималка у него, наверное, уже под 340 км в час. Ну и я пытался выбрать внутреннюю дрякторию, но он просто как по рельсам меня взял и объехал, и я уже сделать ничего не смог. Потом продолжались у нас спидстопы, и на одиннадцатом круге я его контратакую, снова выхожу уже на вторую позицию, остался только один пилот, который не заехал на пид, он стартовал с комплекта медиум, и до него уже целых 4 секунды. Ну и все-таки на четырнадцатом круге думали, да, я уеду, а нет, он... Мы, во-первых, с ним отъехали от позади идущего болида Вильгемса, ну и, в принципе, мы начали друг с другом размениваться позициями. Он меня на четырнадцатом круге проходит обратно. Ну и, в принципе, на семнадцатом круге уже, к этому моменту, Макларенс заехал на пид, ну и мы уже единолично в лидерах. Я его обратно прохожу на семнадцатом круге и решаю, что топлива у меня слишком много, и могу тебе позволить поехать побольше на обогащенке. Да, у меня будет немного перекрываться двигатель, но все-таки это должно дать плоды. И к двадцать первому кругу я оторвался на секунду, но, да, произошел инсульт какого-то сцепления, и у меня просто сносит машину на торможении. Из-за этого все мое преимущество в секунду теряется, и я работал на то, чтобы оторваться на секунду к последнему кругу, чтобы у него не было ДРС, я смог победить. Кстати, еще к этому моменту я получил дебильный пятьсекундный штраф, дебильный вообще, не понимаю как. Это баг игры, ничего страшного, просто разбирать даже не хочу. Это все есть на полной записи моего лонборда. Ну и в принципе ДРС у него есть, у меня ЕРС закончился, да, есть топливо, но он меня берет и просто проходит. И я уже ничего с ним не могу сделать, но все-таки последний круг я должен вам вставить. У меня все еще было надежда на то, что я его смогу пройти, решил подэкономить ДРС, точнее ЕРС, какой ДРС, ладно. И позади у нас, кстати, идет борьба между моим напарником Бантелеевым, который перебулся на хард, ну и Феррари, который пытается как-то бороться с Бантелеевым. Но все-таки Дима должен дотерпеть, и все-таки посмотрим на финальный режим такт уже. Ну а я, в принципе, начинаю понемногу отставать во втором секторе даже от РНОшки, ну и, в принципе, на этом вы можете уже понять, что я не выиграл данный гран-при, данное БП, ну и, в принципе, да, просто он уже достаточно далеко отъехал. Я подрубил, конечно, все, что можно, ЕРС уже на исходе. К сожалению, тут нету зоны ДРС, была бы она, а тут было бы вообще прекрасно. Да, я к нему приближался, но этого было слишком мало, тем более в ЕРСке все нету, машина не едет на полную мощность, ну и, в принципе, все. На этом гонка закончилась, 22 круга по Бельгии проедены, ну и я стал вторым, к сожалению, наверное, хоть я и мог выиграть, благодаря отличной стратегии, и РНО сделал достаточно хорошую стратегию, просто гениальную, мы заехали на втором круге под сэнфтикаром, и это прям очень хорошо сыграло, потому что в третьем у нас заезжает Дима Пантелеев, который заезжал на 500 прямо за мной, мы на одном круге с ним под сэнфтикаром заезжали, он, конечно, взял зачем-то хард, хоть спокойно доезжал и медиум, но все-таки в кубке конструкторов мы сейчас просто будем всех разрывать, и у нас там достаточно большое преимущество. Ну и в личном счете у нас тоже хорошо, у меня обстоят дела в том, что я имею 14 очков преимущества над второй позицией, а на второй позиции у нас как раз-таки располагается РНО, которая выиграла данный этап. Ну и, в принципе, 14 очков я должен довести как-то до конца сезона, если, конечно, меня досрочно не переведут во вторую лигу. Я уже 29 уровень опыта в онлайне, видите, какой я часто играющий в онлайн, в онлайн лиге, но, в принципе, ладно. Вот они мои 5 секунд, совершенно дурацкие. Поведите, у нас лето на РНО, дальше я, Пантелеев, ну и дальше не буду читать ники, и просто вы видите их результаты. У нас Фаер, который на рейтинг-поинте, который на первом круге от меня улетал, должен был побеждать данный этап, но не захотел зачем-то заезжать под сейфти-каром на пистоп, и это его погубило, потому что, ну, тактика заезда под сейфти-каром сработала просто идеально. Ну, а на этом у меня все, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok